Военная подготовка, женский фитнес или тренировка на свежем воздухе. Сибиряки в преддверии летнего сезона стали чаще заниматься спортом, причем не всегда они отдают предпочтение обычному залу. Сегодня люди все больше интересуются необычным фитнесом, где есть возможность испытать свой характер и силу воли. Впрочем, есть и те, для кого главный в занятиях психологический комфорт. Все подробности в материале моих коллег. Подъем гири над головой, преодоление дистанции по пластунски и отжимания с хлопком. Эти упражнения физподготовки российских военнослужащих в Новосибирске адаптировали под современный фитнес. Получился новый вид тренировок – РУСАП или российская военная подготовка. Для тех, кто приходит заниматься сюда, зал – что-то вроде поля сражений. И борются здесь собственной ленью и страхами, оттачивая приемы на 80-килограммовом борцовском манекене. Соревнуются сибиряки в беге с покрышками и подъеме с переворотом. Работают и в команде, выполняя братские приседания. Ловкость, сила, выносливость – новый вид тренировок помогает не только поддерживать форму, но и закаляет характер. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Поэтому люди, которые себя испытывают, проходя данные испытания, они и духовно, и морально крепчают тоже. Потому что нужно не только физически себя перебороть, но и морально-волевые качества проявить, чтобы также не уступить сопернику, который рядом с тобой, и просто перебороть те упражнения, те задания, которые тебе даются. Впрочем, есть и те, для кого главное в тренировках – психологический комфорт. В Омске решили воплотить в жизнь концепцию женского фитнеса. Заниматься в этот клуб приходят только представительницы прекрасного пола. Здесь и кардионагрузки, и силовые тренировки. Многие чувствуют себя увереннее без присутствия мужчин. Правда, один здесь все же есть. Но пристального взгляда тренера никто не стесняется. Фитнес-тренер – это человек как врач, человек без пола. Может быть, первую тренировку стесняются, но, как правило, первые две-три тренировки привыкание идет. Цели у всех, кто сюда приходит, разные. Кто-то хочет похудеть, кто-то – набрать мышечную массу. А некоторые тренируются просто для поддержания хорошего самочувствия. Но всем одинаково важно, чтобы никто не оценивал их со стороны. Это намного удобнее и спокойнее. Когда ты находишься в обществе только женщин, ты как-то расслабляешься, гораздо более эффективно делаешь какие-то упражнения, сконцентрированные. И действительно результат лучше, я думаю. А в Томске для удобства клиентов в фитнес-клубе решили открыть детскую комнату. Идею оценили многие молодые мамы, которым было не с кем оставить ребенка. Елена Бушина ходит в спортзал вместе с дочкой. Пока мама тренируется, Виола катается с горки и играет с воспитателем. Можно оставить ребенка и спокойно заниматься. Он здесь развивается как в детском саду и так же себя в форму привести. То есть проблем нет. В Кемерове же предлагают проводить тренировки не только в зале, но и на свежем воздухе. Сейчас Дарья готовится вместе со своими клиентами к летнему фитнесу в Бару, где есть дорожки для бега. Впрочем, какой бы клуб и вид тренировок не выбрал человек, говорят специалисты, главное, чтобы сам процесс не казался мучительным испытанием, а приносил радость. Тогда результаты не заставят себя ждать. Елизавета Васильевич, Анатолий Серов, Дарья Швытка, Евдокия Шеламова. Новости здесь, Омск.